В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Здравствуйте еще раз. Говорить сегодня будем о коэффициенте К2, а в кресле гости Владимир Моторжин. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте мы для начала напомним ситуацию, какой она была по этому коэффициенту год назад. Если вы помните, год назад, немного не предвидев кризисную ситуацию, Горсовет принял решение о существенном повышении коэффициента, который влечет в увеличение налога на бизнес в городе Рязани. И тогда деловая Россия выступила против такого решения, и Горсовет прислушался, и администрация пошла навстречу, и был введен мораторий на год. Мало этого, была создана комиссия согласительная, которая работала в течение года, и действительно были устранены ряд ненормальностей, которые перекраивали вот эту вот карту коэффициентов. Я не буду тонкости рассказывать, но этот коэффициент зависит от места расположения бизнеса, от площадей, которые он занимает, и касается в основном торгового и услугового бизнеса. То есть, то, что обеспечивает жизнедеятельность населения в городе. Поэтому, конечно, было приведено очень много в порядок. И большое спасибо городу за вот такую очень конструктивную работу. Но сейчас готовили введение, так как мораторий был на год всего лишь введен, введение этих коэффициентов. И буквально неделю назад правительство Российской Федерации приняло решение о том, что повысить другой коэффициент на 16%, почти на 15,7%, тем самым увеличивая общую налоговую нагрузку на бизнес. В связи с этим мы обратились к городу и обращаемся к депутатам с тем, чтобы продлить мораторий. Сегодня не то состояние, мы потеряем вот это активное население, которое занимается бизнесом, просто его потеряем. Они уйдут работать, может, это и неплохо, на заводы, но бизнес должен существовать в городе. А сами представители бизнеса как-то пытаются бороться с этой проблемой? Естественно, это неправильное словосочетание, а просто поспособствовать тому, чтобы было работать чуть-чуть попроще. Может быть, они тоже должны какую-то инициативу проявить в свою очередь? Может быть, вы дадите какой-то совет городу? Ну, вы знаете, вот это как раз с этой целью и существует общественное объединение, в которых интересы бизнеса усредняются, сравниваются с тем, что необходимо городу, области, стране, и вырабатывается какое-то конструктивное решение. Для этого существует общественная организация, потому что, когда было решено в прошлом году, без согласования с общественностью, с деловой частью общественности, тогда, насколько вы помните, было собрано огромное количество подписей, и на это нельзя было закрыть глаза. То есть, это несколько насильственный путь, и сейчас общественная организация, опора, деловая Россия активно с этим работает. Сейчас мы в переговорах с городом, чтобы наше предложение продлить мораторий и оставить на уровне 2014 года. Это связано с тем, что в экономике просто нет денег. Вот на наш взгляд, это позиция общественной организации, то, что Центробанк ведет себя просто безобразно в стране. Это не соответствует экономике развития страны. Это смелое заявление, надо его обосновать и как бы чуть-чуть спрогнозировать. Хорошо, я вам объясню. Вот, допустим, сколько сегодня стоит килограмм колбасы в рублях? Ну, там, 300 рублей, 400 рублей. Если мы это обменяем на евро, либо доллары, и за это количество евро мы сможем купить не килограмм, а всего лишь 300 грамм этой колбасы. А, соответственно, рубль сегодня недооценен примерно в 2-3 раза. Это не мое заявление, это заявление советника президента Российской Федерации. Понимаете, вот рубль недооценили, и сегодня сдерживание, происходит сдерживание Центробанком им, происходит сдерживание инфляции, чтобы продукты не росли в цене одним способом. Денег не хватает, их просто изъяли из экономики. Понимаете, поэтому, да, соответственно, когда мне не на что покупать, тогда я не могу и прийти, и купить этот кусок колбасы. Но здесь есть последствия. А бизнес начинает не развиваться, денег не хватает, их просто в оборотке не хватает. Он начинает тонуть в своих каких-то наушных ощущениях. Да, обязательства. Ведь у нас деньги вбрасываются в экономику в основном через бюджетные субсидии, субвенции, вот через помощь, через социальные эти. А их не хватает. Вот и все, и начинается невыполнение. Соответственно, начинается зависание бизнеса. Регионы в основном закредитованные. Они сами пытались как-то выбраться из этой ситуации. Брали кредиты в банки. Соответственно, платили дополнительные банкам проценты. В результате у нас единственная отрасль в стране, которая как-то эффективно работает. Я видел, я вам могу показать официальный отчет Центробанка. Вот сейчас проект, буквально позавчера там было совещание банковское в Москве, где это все обсуждалось. Нельзя так делать. Это просто называется насилие над населением в стране. Как по-вашему, что может исправить такую ситуацию? И, может быть, вы назовете какую-то нишу среди представителей бизнеса, где сейчас ситуация наиболее острая? Понимаете, это ситуация глобальная, национальная. И ее можно решить только на национальном уровне. Все остальное – это латание мелких дыр внутри региона. И понятно, суммят федерации… Или поздно треснут. Это невозможно просто. Понимаете? А Центробанк боится, что деньги, которые пойдут в экономику из-за каких-то заказов государственных, там, я не знаю, проложить дорогу, либо как еще из кризиса выбираться, только вот такими путями. Значит, эти деньги тут же кто-то поменяет на доллары, которые там получила страна за продажу нефти. И эти доллары будут вывезены из страны. Но, понимаете, если бизнес не развивается в стране, ему не дают развиваться в стране, конечно, деньги будут уходить за рубеж. Потому что там ставка банка коммерческого – ноль. Ну, либо ноль, там, один процент. А у нас ставка 20%. Представляете? Это я должен производительнее быть немца там почти в два раза. Потому что это накапливается. Ну, хоть один положительный момент в итоге нашей беседы могли бы назвать. Не хочется все-таки на негативе ставить точку. Не-не-не, конечно. Вот я думаю, что вот такие кризисные ситуации объединяют, и население объединяется. Они нас закаляют. Мы, да, мы все выдержим однозначно. И мне очень нравится, что активная и конструктивная работа в данном случае с городом. Вот, понимают чиновники, сегодня начали понимать. Потому что, ну, сама ситуация к этому приводит. И я думаю, что это очень положительно. Мы вместе этот кризис переживем. У нас самая хорошая страна. А Рязань так вообще отличный город. Вот теперь хорошая точка. Спасибо за встречу. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова